Лихой поэт и альпинист Однажды грелся на вулкане, Когда нашёл в своём кармане Бумаги белоснежный лист. Он, как всегда, прилёг на локоть, Но ждал его такой порыв, Что он, едва стихосложив, Сложил бумажный самолётик И запустил им в небеса. А сам пошёл и прыгнул в лаву. Не по его лихому нраву Пришлась любовь цепного пса. Он осознал, как пал он низко, Ведь, полюбив её одну, Он оказался вдруг в плену, Хотя она не альпинистка, а эгоистка. Для неё важней всего была возможность Превозносить свою вельможность И слушать всякое враньё. А он не врал, и вышло скверно. Ему, сидящему у ног, надели сверху поводок, Но прежде, чем сорваться в жерло, Он пожирнее написал четыре строчки на листочке. Ты довела меня до точки, Властолюбивая краса. В тот день, когда узнаешь почерк, Прощай навеки, твой вассал. И письмецо своё послал Почти невероятной почтой. И самолётик полетел По восходящему потоку, Оставив где-то снизу, сбоку, Вулкан, который тихо тлел, А ветер взмыл до изобилия Ванильно милых облаков. Но, сделав несколько нырков, Бумажные намокли крылья, И самолётик занемок. И начал падать мокрой жабой Международный дирижабль Под чуть размытых букв комок Подставил свой нагретый купол. И самолётик от тепла Обрёл уверенность орла, И ветер вновь его опутал И бросил в небо над Москвой, Где падать было бы не страшно, Когда б Останкинская башня Не встряхивала головой. Она пылала, как везувий, И хвост бумажный подожгла. Стихи сгорели бы дотла, Но самолётик был везучий. Паденье сдерживало пыл Небесной спички, То есть птички, И прямо в сумочку москвички, Который предназначен был, Безумный самолётик рухнул, И содержимое поджёг. Москвичка испытала шок, Но, к счастью, сумочка потухла. Летящим подвиги даны, Они свою таранят гибель, И только кое-где на сгибе Чернила были не видны. Она прочла четыре строчки И что хотела, поняла. Сказала только «бла-бла-бла», Но, кажется, узнала почерк, И самолётик порвала. И даже пепел раскрошила. И вообще потом решила, Что это не её дела.